друзья сегодня с вами говорим про серьезную такую серьезную вещь это камни в желчном пузыре соответственно почему это происходит и на что это влияет изначально причина образования камней это нехватка собственной желчи и желчь это жидкость вырабатываемая в печени она помогает извлекать питательные вещества особенно жирорастворимые витамины и незаменимые жирные кислоты желчь предотвращает образование камней и не давая холестерину в общем превращаться в камни также она серьезно выводит лишний холестерин и бывает так что избыток эстрогена может подавлять желчи бывает высокий кортизол тоже может влиять на камни образования и высокий уровень инсулина может подавлять выработку желчи инсулина активируют углеводы а когда вы сочетаете углеводы и белки углеводы и сахар жирами то вы существенно усиливаете выработку инсулина вот такие вещи в низкожировых диетах не хватает насыщенных жиров чтобы активировать достаточное количество желчи и это увеличивает как раз таки историю с развитием камня в общем развитием камней и еще одна проблема почему это происходит я считаю это отсутствие овощей в рационе потому что в они питают микрофлору и если нет подпитки микрофлоры то начинаются тоже проблемы то есть давайте с вами резюмируем почему бывают камни в желчном пузыре конечно это у женщин избыток эстрогена мальчики которые любят тоже молоко такие вот продукты животного происхождения магазины у них тоже кстати проблемы с эстрогеном знаете такие мальчики с сисечками вот мальчики сисечками это чистые эстрогены высокий кортизол высокий уровень инсулина может подавлять выработку желчи а инсулин я сказала активируют углеводы и когда вы сочетаете прям топчик углевод белок жир с сахаром это супер бомба существенно влияет и поэтому начинается проблема с вот такими вещами и у вас еще бывают проблемы с отсутствием не фруктов овощей соответственно вот эти вещи они влияют на желчный пузырь очень сильно еще на желчный пузырь может влиять длительное голодание на длительном голодании у некоторых людей могут появиться различные проблемы с желчным пузырем это может быть тошнота вздутие ощущение выпирания справа под ребрами возможные причины нехватки желчи это как я сказала высокий эстроген нехватка кишечной микрофлоры высокий кортизол прием статинов все эти вещи они влияют на состояние поэтому про желчный пузырь я сняла прям отдельный отдельный ролик который вам будет помогать и для того чтобы решать эти вопросы нужно не только купить себе там тут q как многие покупают но и понять почему же это происходит потому что есть проблемы с инсулином с углеводами с эстрогеном с кортизолом кто-то же на кофеине сидит и с микрофлорой кишечника вот такие ответы про камни в желчном пузыре и их причины пишите вопросы с радостью вам отвечу